господа присяжные заседатели кролика просили пожалуйте свежайший кролик с рынка молоденький килла 450 есть лапка которая повествует о том что это не кошка а именно кролик именно для этого и и оставляют одну лапку чтобы убедиться так сказать в принадлежности зверя сегодняшний ролик я посвящу тому что кролик это не только ценный миг да это мясо вкусная диетическая классная и самое главное что все мои знакомые его очень плохо разделывают ужасно просто и это можно исправить я хочу дать несколько советов своего личного опыта как сделать так чтобы потом во время поедания кролика не поранится ну мало ли и так разделка основное ну а потом мы его конечно розмаринчик сметанка классика жанра начинаем с того что вот эту лапку которая у нас должна быть немножко там меньше по всем законам жанра но она у нас выше колена ценность кролика в том что его нужно уметь разделать конечно же у нас полным полно вокруг людей которые знают умеют чувствуют как его надо разделывать и так далее безусловно я вас сейчас многому чему-то не научу но я вам расскажу на что обращать внимание обращать нужно внимание вот на что на всех ногах как и у большинства животных кости трубчатые поэтому рубить их не рекомендуется потому что они острые становятся острые у меня здесь колено осталось до у кролика а мне позволительно есть возможность отрезать по суставчику разрезать помните я когда курицу разделал говорил о том что режьте так чтобы ничего не ломать никакие кости как только вы начинаете ломать кости у вас появляется крошка костяная которая может привести к нежелательным последствиям так вот чтобы их избежать старайтесь разделывать любое животное будь то курица кролик там внутри или еще кто-то по суставчику понимаете не рубите с горяча смотрите тут жирок потом жирок тихо дуся салфеточкой протереть собрать тут шерсть тихо все проверили чтобы никаких волос никакой шерсти салфеточкой все собираем давайте начнем с передней части у кролика как и у большинства животных нету суставной сумки то есть лопатка крепится мясом и мышцами к телу у нас сустав да здесь все очень просто подрезаем вот смотрите да все лопатка отделилась ну не надо ничего рубить хотите сделать лопатку мельче найдите сустав и разделите лопатку по суставу но вы знаете если у вас там семья большая вы хотите быстрее подготовиться да нужно тогда все суставы разобрать чтобы было максимальное количество кусочков вторая лапка так я вот сюда задней частью тут немножко сложнее все вы должны пощупать понять почувствовать где чего и как например вы смотрите основной сустав вот здесь вот он но здесь еще что-то шевелится здесь безусловно у каждого животного по-своему устроена вся там физическая часть кролик прыгает да у него задняя лапа толчковая но у него здесь есть сустав на который мы должны ориентироваться вот смотрите ягодица и у него вот здесь вот есть дополнительные мышцы все пощупали нащупали сустав пошли начинаем идти к позвоночнику срезаем мясо вдоль позвоночника возвращаемся обходим ягодицу но главное что мы должны подобраться к основному суставу вот он видите к суставу подобрались сухожилия чикнули оп и вот она ножка видите уже поддалась все сустав отделили далее пощупали посмотрели лишнее мясо все собрали дошли тут до хвостовой части смотрим и видим что у нас нож упирается в мясо нож упирается в кость по кости прошли и окорочок получили суставчик чистый да здесь бедренная кость здесь голеностопная голень все не нравится сухожилия лишние торчат уберите но вообще вот эти все сухожилия вот этот весь жирок это потом все выварится расплавится не будет ничего лишнего конечно мясо диетическое вы можете убрать отсюда весь жир и пленки но я рекомендую их оставить сделайте хотя бы один раз купите целого кролика разберите его сами тогда вам будет понятна анатомия видите сустав да но здесь еще ягодичная мышца имеет какую-то кость азобедренную она заходит она им пойна и по иному идет у кролика по его анатомии так сказать так то же самое делаем ведь я уходим позвоночника обходим вот тут вдоль хвоста теперь мы уже видим как у нас устроена кость вы видите я-то это делал не раз поэтому мне чего я каждый раз усложняю себе задание например беру кролика целикового и его внимательно разделываю не надо никуда торопиться вы должны получить скиллс понимаете вы должны научиться это делать один раз научитесь все потом не пропить опыт все аккуратно суставчик обходим снизу сбоку справа слева раз 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 все вот она опа вторая ляшка готова здесь мы видим что видим короткий хвост тазобедренный сустав и все вот тут у нас мясо еще идет теперь переходим к внутренней части у меня кролик фермерский ну как фермерский я живу они но не видел как он растет и так далее я всего лишь доверяю продавцу на рынке значит изнутри хватаем гортань вытягиваем ее на крупных предприятиях кролик зачищены полностью потому что а вы видели в магазинах идет отдельно в лотках печень кролика сердце кролика да на легкие как правило никто не ну я не видел что продавали легкие и все вы вытянули потом идете дальше смотрите печень печень прошли дальше мы видим почки они у нас в жировых мешках надпочечный жир все это снимаем 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 аккуратно почки надо вымачивать промывать хорошенечко поэтому сразу так вот я не возьмусь и готовить прямо сейчас но жирно почечный я заберу потому что он мне понадобится дальше я предпочитаю делать так вот это вот брюшина пошина брюшная часть которая держит внутренние органы да она довольно вкусная поэтому чтобы было эстетично красиво и чтобы самые вкусные куски доставались мне я делаю вот так снимаю всю эту брюшину вот так вот она потом во время приготовления сожмется сожмется будет такая то же самое делаю с другой стороны делаю все медленно для того чтобы вы запоминали могу сейчас быстро все разобрать будет непонятно поэтому пожалуйста не возмущайтесь все доступно объясняю для того чтобы потом не возникало вопросов последнее ребро вот она пальцами вы его чувствуете последнее ребро видите по нему идем к верху к суставу теперь наши мужчины доблестные все это ножами рубят не надо ничего у кролика рубить когда мы дошли до того места где заканчивается последнее ребро и потом длинная поясница где внутри вырезка а сверху идет стриплоин кроличьи по сути поясничная часть или седло барашка да вот это вот это значит нужно просто лишь в обратную сторону все здесь только лишь сухожилия и надо ничего рубить каждый суставчик расходится кролик очень нежная субстанция вы можете оставить эту часть целиком но лучше всего разрезать чтобы никому было не обидно вот нащупали например будем делить вот так и вот так да и вот здесь вот здесь вот тут нащупали позвоночник вывернули его все лопнул теперь ножиком помогли найти то место все вот она видите не надо ничего блин тут рубить иначе у кролика эти все косточки потом начинают торчать можно поранить себе десну небо что угодно все руками только вот сухожилия смотрите нужно подрезать ножом все ни одного края края острова все косточки ровненькие гладенькие все сюда то же самое здесь заканчивается вырезка заканчивается поясничная часть нащупали посмотрели вот на излом в обратную сторону оп все ножиком помогаем смотрим здесь просто вот у нас идет тот самый тазобедренный сустав дополнительный который здесь у него же видите такая интересный механизм все чуть-чуть надавливаете позвоночник по суставчику расходится а дальше ножиком подрезайте остался хвост видите здесь у него в эту сторону тазобедренный сустав выходит в эту сторону тазобедренный сустав выходит кому интересно в гугле откройте строение скелета кролика посмотрите это очень познавательно когда вы сами разобрали ножом потом в google залезли посмотрели как устроен скелет кролика еще раз голове все прокрутили тогда у вас вся картинка станет на место грудка у нас тут очень слабенькая поэтому по хрящикам ножичкам ведь я даже не напрягаюсь это грудничковую косточку вырезаем это тоже у нас будет все растушина до растушина 2 туши так остальное ломаем звеньями по две штуки по три смотрите сами подрезаем подламываем еще раз подрезаем и так со всеми остальными частями ножичка помогаем не прикладываем никаких усилий кроме того что подламываем все у нас получается вот такие вот приличные кусочки не так что все разрубили такие прям куски мяса разной длины тут торчит тут не торчит здесь царапается здесь руками кто-то тянул порвался губу блин и этого нужно избегать все но это можно оставить в покое хотя тут чё ну давайте с этого края вот есть крайне это ребро здесь немножко надрежем 1 1 1 1 чтобы ближе к кости быть все эти все само разнимается не нужно напрягать соседей и самого себя разогреваю кастрюльку кролика посыпаю солью нужно помешать и добавить сюда муку небольшое количество одну две столовые ложки смотрите для того чтобы все соки потом собирались я буду тушить со сметаной чтобы сметана не отсекалась мука будет придерживать все наши соки субстанции сметанцы и все 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 короче вот немножко буквально видите нам не нужно делать панировку нужно просто чтобы мука обвалялась и шкурка стала такой сухой ли как правильно сказать мука абсорбирует лишнюю влагу немного растительного масла начинает обжаривать частями кролика в начале те части которые не имеют ребер то есть это передние задние лапы и сидельная часть седло кролика обжариваем на сильном огне до румяной корочки у кролика есть свой такой знаете специфический запах но на мой взгляд вот говядина для меня пахнет нормально свинина не нравится как пахнет у меня ассоциация что у свинины есть ну какие-то своеобразные ароматы у барана баран бараном по да у него тоже кардинально другой запах чем говядины если я беру говядину за ноль то кролик у нас имеет также аромат но не как у барана не такой сильный не как у свиньи часто после заморозки он какой-то лишь куры какой-то пахнет то ли может быть кролики какие-то мне попадались в моей жизни неправильные но я думаю что не только мне почему и было в какой-то момент времени принято решение и стала популярным готовить кролика с розмарином потому что розмарин нивелирует все запахи кролика он делает его убирает лишний аромат появилась румяная корочка как только у нас обжарятся куски с той стороны я их выложу вот в эту чашку там где они были ранее эту часть пожарю потом добавлю все вместе когда вот пашина и брюшина ребра и хвост обжарились вот теперь нужно выложить ноги и все самое основное более премиальные куски лопатку и спину потому что внизу у нас остается расходный материал и как бы получается зачем нам там сушить прямое касание премиальные части если мы можем оградить их с помощью ребер да и вот этой вот второсортной крольчатиной чеснок я бросаю часть сверху часть снизу чтобы показать розмарин ветки нужно бросать так чтобы не переборщить понимаете кладем их в таком количестве не надо засыпать все как клапником как гельником что касается моркови быстро и и надо нарезать такими знаете крупными кусками в сковородочку пари перчатки вон до грибочки грибочки пополам их и сверху кролика прям ну штук 8 морковку обжигаем на лагну горелкой быстрее гораздо чем на сухой сковороде знаете как рекомендуется во французских книгах и в русских тоже рекомендуется все сейчас уже привыкли обжигать овощи почему крупными кусками да потому что долго кусок остается целым и отдает 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 вкус потом в конце вы можете его достать нарезать и добавить в тарелку если вы берете маленькие кубики то они в процессе тушения могут развариться просто-напросто и потом начнете когда все перемешивать у вас там каша сплошная из моркови лука поэтому крупные кусочки для тушения всегда хороши лук порей тоже надо немного знаете подпалить вот так все теперь можно отправлять кролику здесь у меня сметаны на глазок смотрите небольшое количество муки нужно в сметане размешать чтобы не отсекалась короче сметана не створожилось всю сметану в кастрюлю лавровый лист обязательно обязательно лавровый лист кладите его сверху чтобы аромат от него был а никакой там лишние не дай бог горечи еще чего-то не стало потому что здесь у нас не бульон это в бульоне там все разжижается здесь все очень плотное бывает такое что если например у вас лежит кусок мяса к нему прилип лавровый лист он тушится тушится греется греется выделяется влага все это обменивается и потом может быть такое что этот кусок мяса станет горький из-за полного контакта с лавровым листом закрываем все фольгой и оставляю тушиться на 1 час ровно вообще кролик молодой может быть и 40 минут хватит я через 40 минут его знаете там поковыряю попробуем и легкие сердцем я добавлю наверно минут за 5 до готовности аромат шикарный аромат шикарный ничего не скажешь собаке он с ума сходит это как вы догадались легкие и сердце да вот они на пару приготовленные свежак я их на украшение оставлю все остальное нужно перемешать ну как бы пошурудить просто для того чтобы сметанка тут ушла вниз чтобы лук-порей у нас зеленая часть его можно выкинуть он нам отдал все свои вкусы ароматы и запахи так все шурудим чтобы нам что нужно чтобы бульончик да давайте самые гламурные куски выберу раз уж целая кастрюля прекрасно кролика у меня дома они у вас я всегда так говорю вы знаете я например не люблю когда за мной ухаживают почему потому что я тогда сам себе могу самый лучший кусок забрать зачем за мной ухаживать не надо мне накладывать то чего я возможно не очень хочу есть вот это вообще такое рагу из кролика вот это шикардос так грибочки обязательно шикарно так грибочки розмарин веточки нужно оттуда вытащить иголочки которые отвалились они сами там пусть у вас валяются они уже приготовились выварились теперь соусом смотрите соус получился довольно густой гладенький но несмотря на это на чуть-чуть сметанка там отсеклась не буду разрушать прекрасную идиллию я попробую пожалуй отсюда возьму какую-нибудь маленькую лопаточку левую или правую слушайте но вот розмарин конечно делает с кроликом просто чудеса какие-то но и бегут без кислоты в нашем случае это сметана в каких-то других случаях возможно это белое или красное вино но вы знаете розмарин вот даже в итальянской кухне везде розмарин и розмарин добавляет активно в кролика я руками показываю смотрите видите как все а горячие все просто вот снимается с костей видите все кости расходятся мышцы все отсоединяются это просто невероятно молодой нежный свежий кролик мне повезло приятного аппетита вам приятного аппетита мне кайф ура пока до лайки не забывайте за что мне снижающий поклон спасибо